На прошлой футбе по воле Всевышнего Аллаха мы говорили о том, что наступил месяц Раджак. И в Священном Куране Аллах Всевышний говорит о том, что месяцев у Аллаха Всевышнего 12. Четыре из них это запретные. Один из них это месяц Раджак. Итак, сегодня мы поговорим про второй вред, о котором Аллах Всевышний говорит, не причиняйте вред. И Аллах Всевышний говорит, инна минуна ехва. Поистине верующие, которые на этой идеологии, они являются братьями. Порой бывает так, что мы по отношению друг к другу братья. Но мы братья по отношению друг к другу в стенах мечети, в доме Аллаха. И когда мы покидаем порог этой мечети, порог Дома Всевышнего Аллаха Субханаху Ата'аля, эта идеология чуть-чуть у нас теряется. Почему? Потому что иман слабый. Не причиняйте вред. Но как только два брата мусульманина встречаются уже там, в мирской жизни, за пределом мечети, там уже можно вредить друг другу. Это же не мечеть. Причиняйте Аллах, Аллах Всевышний говорит, инна минуна ехва. Неужели наше братство, то, что мы верующие братья, остается на 30-40 минут здесь? Неужели мы, покидая стены этой мечети, уже не братья друг к другу? Почему мы вредим друг другу, причиняем друг другу вред? Почему? Сегодня один брат, один брат, не может простить другому брату. Тяжело. У него, он говорит, у меня же есть честь, у меня же есть гордость. Как это? Вот он мне сделал вред. Как это я его прощу? Порой подходят ко мне и говорят, Хазрат, он в такси работает человеком. В какой бы вы профессии не работали, знайте, что вы будете в ответе перед Всевышним. Будь это таксист, будь это стоматолог, будь это бизнесмен, будь это имам, будь это другой человек, другой профессии. Каждый из нас будет в ответе перед Всевышним, как выполняли свою должность. И подходит вот человек и говорит, Хазрат, вот такой случай произошел. Таксистов, наверное, братьев много. И если вы должным образом выполняете свою миссию, помогаете человеку, отвезти человека с одного места на другое место, я не могу вам мачех. Но если вы, если вы, это просто как пример, потом скажем, под горячую руку таксисты попали. Это просто как пример. И он приходит и говорит, ко мне пришел, говорит, человек неверующий, и я его отвез с точки А до точки Б. И так получилось, так получилось, что у него он выронил кошелек. Говорит, мы же живем не в дару ли сляме. Кошелек, значит, мой, я могу его брать? И он мне говорит, я по праву, я же его отвез, привез и так далее. Я могу забрать это все, это же уже мое имущество. И я спрашиваю, на каком основании, Суханалла? Вместо того, чтобы прийти ко мне, прийти к другому имаму и сказать, как найти хозяина этого, как найти хозяина и донести до него то, что он потерял свое имущество, он спрашивает, это имущество же мое. В Аллахе, взяв это имущество, Аллах Всевышний сделает так, что ты потеряешь многократно. Твой заработок уже является харамом. Потому что ты лезешь в хак другого человека. И если этот человек даже является неверующим, ты не имеешь права относиться к нему так. Ни один человек не может относиться плохо к другому человеку, потому что он другой веры. Да, мы в сердце знаем, мы в сердце знаем, что они неверующие. Но сколько человек, скажите мне, кто изучает жизнеописание пророка Мухаммада, Аллехи Саляту Ассалям, сколько человек приняло ислам по отношению пророка к ним? Иудеи пусть будут, пусть будут христиане, пусть будут персы, которые пришли. Сколько людей приняло ислам из-за отношения пророка. Пророк, Аллехи Саляту Ассалям, даже не доносил до них. Не доносил до них. Не говорил о том, что такое ислам. Явный пример этому, Абдулла Ибн Саляту, иудей, который пришел, увидел пророка, Саляту Ассалям, как он садится, как он встает, как он общается с другими людьми, каково у него отношение к другим людям. И он пришел и сказал, Ашаду Аля Аля Ахилля Аллах, Ва Ашаду Анна Мухаммадан Абдуху Ва Расулиху. Но, Субхан Аллах, если мы сейчас, на данный момент, будем плохо относиться, причинять несправедливость, потому что он неверующий, первое, что я вам скажу, самую большую несправедливость делаем мы. Мы создаем самую большую несправедливость. И также я могу вам привести доказательства на основе пророка, Саляту Алихи Салям и его жизни. Ни один из нас не может прийти и сегодня сказать, что мне вредили больше, чем посланнику Аллаха, Саля Аллаху Алейхи Ва Салям. Нет такого человека. Не может быть такого человека. Потому что ему вредили 23 года. 23 года, пока он нес это послание, ему вредили. И пророк, вдумайтесь только, пророк, Саля Аллаху Алейхи Ва Салям, переселяясь из Мекки в Медину. Все мы знали, кто он. Мухаммад Амин. Курайшиты, многобожники. Люди, у которого нет Ахляха, Адаба, Тарби, нету этих людей, они назвали Мухаммада нашего, Саля Аллаху Алейхи Ва Салям, Амин. Мухаммад Амин, тот, на которого можно положиться. И будучи, когда он был в Мекке, ему приносили Аманат, на Аманат свое имущество, отдавали ему и сказали, Мухаммад, пусть это у тебя останется пока, когда я вернусь, я заберу это. И чтобы вы понимали, я вам приведу один пример, каким Амином он был. Этот пример должен привестись для того, чтобы человек понял, каким Мухаммад, Саля Аллаху Алейхи Ва Салям, был Амином, что мужчина, у которого была жена, у которого были дети, когда он захотел куда-то уехать, он мог прийти, постучаться в дверь посланника Аллаха Саля Аллаху Алейхи Ва Салям и сказать, о Мухаммад, я уезжаю на 2-3 дня, вот моя жена и вот мои дети, пусть они у тебя дома останутся. Это степень Амана. Какой был пророк Саля Аллаху Алейхи Ва Салям. И они его назвали Мухаммад Амин. Эти люди, которые без охляка, без нравственности были. И пророк Алейхи Ва Саляма, переселяясь из Метки в Медину. Пророк Алейхи Ва Саляма, мы знаем, что он последний, в числе последних переселялся с Абубакром Ассиддыка, ради Аллаху Ангу. И самый последний сподвижник, который переселялся из Метки в Медину, это был Али, ради Аллаху Ангу. И знаете, для чего он оставил Али? Чтобы Али, ради Аллаху Ангу, остался в его доме, и каждый Курайши неверующий, неверующий, который придет и скажет, мой Аманат верни, пожалуйста, обратно. И Али, ради Аллаху Ангу, может открыть дверь и сказать, вот твой Аманат. Посмотрите, на что нужно обратить внимание. Астаник Аллаха, которого 13 лет мучили, которому плевали в лицо, которого душили, которого четки не убили камнем, по голове ему хотели дать, когда он был сочтат, он, переселяясь из Метки в Медину, думает, у меня же Аманат людей, этот Аманат надо вернуть. Как я буду его возвращать? Мне желают зла. Оставлю я вместо себя Али, ради Аллаху Ангу. 13 лет ему вредили. Тебе этот брат, который оставил свой кошелек в машине, он тебе ничего не сделал. Этот человек, он инсант, он человек. Пусть и неверующий, он человек. Никто из нас не может дать гарантию, как он покинет этот мир. И сегодня, вместо того, чтобы думать, Субхан Аллах, как мне быть примером нравственности, нравственности, адаба, ахляха, следовать судне пророка, найти этого человека и вернуть ему, чтобы Аллах Всевышний в сердце этого человека вселил Субхан Аллах. Что это за религия у тебя? Что ты меня нашел? Ты мне этот кошелек вернул? А там у меня были деньги? Там у меня были карточки? Ну-ка скажи ко мне, какая у тебя религия? И ты ему скажешь, моя религия, ислам, которая побуждает меня к этому. Дело в том, что, Субхан Аллах, что говорить о неверующих, когда мусульмане причиняют вред другому мусульманину? Где повстаник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, говорит, мусульманин, мусульманину брат. Он не может его оскорблять. Он не может его ругать. Он не может его обманывать. Он не может его кидать. Кидать не может мусульманин, мусульманина. Сегодня два брата встречаются, в аварию попадают, он говорит, в Аллахе, используя имя Всевышнего Аллаха, оставь номер, я тебе верну деньги. А сам уезжает. И потом брат говорит, Хазрат, звоню ему пять дней, звоню ему неделю, звоню ему две недели. Телефон отключен. Неужели ты думаешь, что совершив такой поступок, в судный день, в судный день, когда Аллах Всевышний, посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, говорит о том, что знаете ли вы, кто такой банкрот? Когда человек станет верующим, и посмотрит на правую свою сторону, и увидит свои благие деяния, кто был на Умре, кто был на Хадже, с горой Угуд и ее долиной, а потом повернется налево, и увидит, что выстроены люди в очередь. И каждый к нему подходит и говорит, а помнишь, ты вот так совершил? А помнишь, ты даже не так посмотрел в мою сторону, а я твой брат поверил. А ты, на тебе лежит обязанность встречать своего брата поверил с улыбкой на лице. И если ты ему не показываешь эту улыбку, если ты его радостно не встречаешь, ты будешь отвечать перед Всевышним Аллахом. Просто за улыбку. Я не говорю о том, что сегодня братья кидают друг друга. А где же аят Корана Когда уже мы, иншаллах, будем, читая аяты Священного Курана, иншаллах, чтобы мы уже читая, действовали. Когда уже мы будем это показывать? Потому что сподвижники пророка Алей-дисаляту, Ассалям передается о том, что когда они слышали аят Корана, они тут же вставали, шли и совершали этот поступок. Тут же, как только они поняли смысл этого аята, они вставали и делали этот поступок на деле. Свою худбу я хочу закончить примером Умара Игнархаттаба, ради Аллахуа. Умар, который совершил несправедливость по отношению к одной женщине. И Умар, ради Аллахуа, который является наглядным примером тому, что если я совершил несправедливость, эту несправедливость нужно решить. И передается о том, что Умар, ради Аллахуа, тогда ему было около 60 лет, и он был Амир Аль-Мухмени, повелитель правоверных. Передается о том, что однажды он вышел в пустыню. От Медины он пошел дальше в пустыню посмотреть вообще, как живут люди. И выйдя в пустыню, он увидел одну палатку. В этой палатке была женщина. Женщина уже была в возрасте. И женщина, увидев то, что вот со стороны города идет мужчина, она не знает, она никогда Умара, ради Аллахуа, она его не видела даже в лицо. И она начала кричать. Говорят такие слова. Да пропадет Умар, ради Аллахуа. Пусть Аллах Всевышний накажет этого человека. Пусть этот человек будет отвечать перед Всевышним Аллахом в судный день. Она это делала для того, чтобы этот мужчина, она не понимает, что это Умар, ради Аллахуа, чтобы этот мужчина донес до Умара, что там есть женщина, которая проклинает тебя, которая ругает тебя, оскорбляет тебя, Умара, и ухоттап. И Умар, ради Аллахуа, подойдя к ней, не дав знать о том, что он Умар, говорит, о женщина, ты находишься в пустыне. Ты находишься в пустыне, где никого нет. Откуда Умару знать о тебе? И тогда женщина сказала великие слова. Женщина, повернувшись к этому мужчине, а это был Умар, и ухоттап, она сказала такие слова. Если Умар не знает о нас, зачем он взялся править над нами? Если он халиф, если он взялся править этим халифатом, и не знает обо мне, горе ему. И тогда Умар отпустил голову. Он вернулся обратно в Медину, сказал своему слуге, дай мне этот мешок, заполни его рисом, и взвали это на мои плечи. Дай мне этот мешок. И слуга, обращаясь к Умару, говорит, ухоттапу говорит, Умар, я Амир аль-Мумилин, я сам отнесу это. Я же твой слуга. И Умар говорит, нет, дай мне этот мешок. И он говорит, я Амир аль-Мумилин, я сам отнесу. И тогда Умар, ради Аллаху, он ему говорит, Субханаллах, а в судный день ты тоже будешь мои грехи вести? И тогда, 60-летний, Умар аль-Мумилин, ахаттап, берет этот мешок и идет к этой женщине, которой он причинил несправедливость. И придя, отдав этот мешок с провизией Умару аль-Мумилин, ахаттапу, эта женщина, смотря на Умара, говорит такие слова, клянусь Аллахом, у которого нет сотоварища, клянусь Всевышним Аллахом, ты более достойен быть халифом, чем Умар аль-Мумилин, ахаттап. Он недостойный. Кто его поставил, говорит, я не знаю, но ты более достойен быть халифом, чем он. И тогда Умар, ради Аллаху, когда у него пошли слезы, и он понимал, что Субханаллах, ну как я, как я такую несправедливость совершил по отношению к этой женщине. Он говорит этой женщине, завтра приходи в Медину, найди Умара аль-Мумилин, ахаттапа, и все, что у тебя есть, какие пожелания, какие хотения у тебя есть, попроси у него. И эта женщина на следующий день приезжает в Медину. И Умар аль-Мумилин, и Умар аль-Мумилин, находится у себя. Там же находится Усман ибн Афан, его секретарь, ради Аллаху, и Умар, ради Аллаху, находится спиной. Когда заходишь к Умару, он находится спиной. Видишь его спину. И когда эта женщина зашла, Усман ибн Афан говорит такие слова. Я, Амир аль-Мумилин, к тебе пришла женщина. И когда Умар повернулся, и эта женщина увидела его лицо, что он является Амир аль-Мумилин, халифом, она начала просить прощения у него. О, халиф, прости. И тогда Умар, ради Аллаху, сказал, О, мать моя, ты меня прости. Ты меня прости за той несправедливости, которую я совершил по отношению к тебе. И дальше Умар сказал, сколько ты хочешь дирхамов за то, чтобы простить мне эту мою несправедливость. И тогда пожилая женщина сказала, сколько скажет Амир аль-Милин. И Умар, ради Аллаху, сказал, О, Усман, записывай. Умар, сын Хаттаба, выкупил свою несправедливость по отношению к этой женщине за 100 дирхамов. О, мать моя, это тебя цена, сумма удовлетворяет? Она говорит, да. Говорит, ты что-нибудь еще желаешь? Говорит, нет. И она говорит ей, если у тебя будут какие-то желания, хотения, приходи, пожалуйста, сюда. И когда эта женщина получила свои 100 дирхамов и ушла, Умар, ради Аллаху, говорит Усману и Бунафану, ради Аллаху, у Усман, когда я покину этот мир, вот то, что ты записал, положите мне в саван, чтобы со мной это положили в могилу, чтобы это было моим долилем, доказательством перед Всевышним Аллахом, что я причинил несправедливость по отношению к этой женщине и я выкупил эту несправедливость, чтобы Аллах Всевышний не спросил с меня. Посмотрите пример посланника Аллаха, посмотрите пример праведных сподвижников и других сподвижников пророка саля-ллаху алейкум асалям, как они относились к тому, что если была причинена несправедливость по отношению к ним, и если несправедливость не сходила от них, как они решали эти проблемы. Уважаемые братья мои, нам обещан рай. Причиста Аллах. Разве это того стоит, чтобы мы относились плохо друг к другу, чтобы мы обманывали друг друга, чтобы мы не доверяли друг другу? Нам обещан рай. Субханаллах. кто-то из нас живет 50 лет, кто-то 60, кто-то 70, кто-то 30 лет. Нужно совершать благие деяния, сторониться запретного. и ты, как сказал один ученый, к нему подошли и сказали Сыфляна Адженна, опиши нам рай. Что такого в этом месте, что это за место, чтобы мне хотелось туда попасть? И этот ученый сказал Фига Расулуллах. В раю посланник Аллаха саллиллаху Алейхи Ассалям. Поэтому давайте совершать как можно больше благих деяний. Давайте относиться друг к другу искренне. Как это исходит из аята священного Курана и ну наехва. Как это исходит из хадиса пророка саллиллаху Алейхи И возможно вы попадете под другой хадис где пророк Алейхи Саллиллаху Ассалям говорит Семеро окажутся в судный день когда будет палить солнце и человек будет искать тень. И Басанник Аллаху Алейхи Алейхи Ассалям говорит одна из категорий этих людей любящие друг друга ради Аллаха. Поэтому даже если вы не знаете этого брата по вере у вас должно быть искренне хорошее отношение к нему чтобы вы подпадали под аят священного Курана И на Барат Аллаху ляна улякум в Куране и хаким и на фаанам и я ку в хаким и Аллаху и Гафуру и Рахим Аль Джавад и Карим Аль Али и Азим Ассалям и Джуа Аль